Сегодня наш маршрут лежит к знаменитым водопадам Руфабга. Ну, хоть стреляйте. Никак не могу запомнить это название. Все время говорю Руфабга. Так что, если я ошибусь, ну, не ругайтесь на меня. Руфабга. Надеюсь, запомню. Находятся они южнее поселка Каменномосского. Если ехать в сторону Даховской, водопады будут прямо по дороге, справа, в паре километров от поселка. Имейте в виду, парковка очень маленькая. Если приедете не рано утром, придется оставлять машину на обучении узкой дороги. Координаты внизу. Ладно, на водопады. Водопады все разные, не похожие друг на друга. Так хочется окунуться в мир, неистоптанный человеком природы, чтобы вокруг был только тихий шелест водопадов да пения лесных птиц. Скорее едем. Дорога плавно проходит к реке Белой, загадочная, студеная, изменчивая и быстрая. Она всякий раз удивляет своей красотой, свежестью, чистотой и волшебным цветом. Ее цвет постоянно меняется. Ее упругие струи, то малахитового, то нефритового цвета, то и серебристового с металлическим блеском, как свет ночных лучей полноликой луны. Вот и теперь река заискрила сверкающей на солнце рябью, взлохматилась так кучерявыми вурунами на шеверах. Ее чешучатые солнечные блестки, танцующие на высокой воде, привели нас в восторг. Они словно тысячи маленьких зеркал отражали солнце и слепили глаза солнечными зайчиками. Ну ладно, про реку. Пойдемте на водопады. Осмотр водопадов Руббага начинается... Ой, ну вот опять Руббага. Рубфапка начинается с пешеходного моста через реку Белая. Проход через нее платный. Сколько стоит? Ну, билет для взрослого 300 рублей. Дети до 14 лет 150 от рублей, дети 5 лет бесплатно. Кстати, есть бесплатная тропа, которая ведет из Каменомостского. С моста хорошо видно место в падении реки Большого Руббага в реку Белая. Это водопад Три Брата. Затем мы по ступенькам поднимаемся на высокую площадку. Здесь, на лесной полянке, можно покушать, отдохнуть, купить сувениры, посетить адыгское подворье. Но это все на обратном пути. А сейчас к водопадам. Кстати, сладости не покупайте, невкусные абсолютно. Ну, впрочем, это на ваш вкус. Мне не понравились. С поляны проходим немного вперед. Уже слышен шум первого водопада. Его грохот далеко разносится по ущелью, потому и называется он шум. Со скального ступа широкой шторкой вода срывается с шестиметровой высоты и летит вниз. Затаив дыхание, я с трепетным биением сердца, поднимаясь на скальную полку, становлюсь рядом с летящей водой. Здесь природа создала изумительные узоры из камня, покрытые плотным зеленым мхом, словно искусный Данила Мастер из сказки Павла Петровича Бажова у хозяйка Медной горы добывал здесь. Он вырубил из уральских самоцветов не каменный цветок, а настоящий малахитовый царский трон, украшенный кристалями да алмазами. А как переливается и блестит на солнце капельки воды, вкрапленный малахитовым шистый ковер, словно ограненные драгоценные камни. Ой, это настоящее чудо, скрытое от людей. Пролюбовавшись красотой водопада, мы отправляемся дальше, в таинственное путешествие по ущелью. Его каменистые склоны густо поросли деревьями и кустарниками. Они обвиты гирляндами колхидного плюща. Путь становится все более завораживающим. Вокруг лес, вросший каменным налит, гигантские сиренево-испепельно-стальным цветом скалы, на которых черными подпальнями выступили смолы, уходят за туманную весть неба. Мы попали в плотные объятия каменных накромождений, наполненные их чарующими звуками, звенящих серебром водопадов. Впереди ждет основная достопримечательность ущелья – каньон, в котором сосредоточены сразу три водопада – каскад, солнцеры папка и шнурочек. Хрустальные струи падающей и грохочущей воды несут в прохладу горных ледников и свежесть леса. Пронизанные лучами солнца, водопады переливаются всеми цветами радуги. Вода, пульсируя в ледяных лабиринтах, издают таинственные звуки различной тональности. Самым красивым водопадом является сердце Руфавка. До него, по ущелью, идти около двух километров. Узкий поток воды обтекает громадную каменную голову, похожую на гигантское каменное сердце. Обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами из весняка, наполняют пространство загадочным эхом. Вот такую интересную легенду рассказывают об этом удивительном, прекрасном уголке природы. Вот так в горах стоял аул. Жили люди спокойно и счастливо. Никто их не беспокоил ни набегами, ни войнами. И вот недалеко от аула, в одном из ущельей, в огромной пещере, поселился необыкновенный силы великан под именем Руфавка. Никто не мог с ним сравниться, ни в ловкости, ни в силе. И стал он требовать с жителей аула дань. Половину урожая давали ему люди. Но все бы было ничего. Но алчности злого богатыря не было предела. Он стал требовать, чтобы отдавали ему в рабство молодых девушек. Не выдержали притеснений великана мужчины аула. Они принялись с ним на борьбу. Но бессмертным был великан. Что только не делали мужчины аула с великаном. Рубились саблями, пронзали кинжалами и стрелами. Но оживал великан и снова творил зло. И вот тогда решили люди просить совета у мудрого и седого старца, жившего в пещере на святой горе Фишта. Старец с почтением встретил посланцев аула и рассказал им, что богатырь обладает силой бессмертия, которую ему дали злые духи. Справиться с ним сложно, но можно, только лишив его зрения и отделив его сердце от тела. Старец дал аульчанам особый порошок, добытый им высоко в горах для борьбы с великаном. Пришли люди в аул, собрали совет старейшин и бросили клич. Кто из джигитов сможет сразиться с великаном? Вызвался молодой, сильный и удачный охотник Хаджох. Взял он с собой оружие, порошок старца и пошел в пещеру великан. Великан с удовольствием принял вызов охотника, предчувствуя скорую победу. Но каждый раз, уходя от ударов Руфабга, Хаджох оставался цел и невредим. Рассверепел великан, потерял над собой контроль, подпустил к себе близко охотника и этим воспользовался Хаджох. Он метнул горсть порошка прямо в глаза злодею и ослепил его. Роксёк кинжалом грудь Руфабга вынул сердце и бросил далеко в скалы. Сотрагнулась земля, обнажилась глубоким скальным каньоном. Мутным потоком потекла кровь притеснителя, в бешенстве закипая и обрываясь от весных скал высокими водопадами. Огромное сердце Руфабга превратилось в скалу. Из-под неё, пенясь и шипя, в бессильной злобину людей беснуется мутный поток. Это кровь великана. Большим водопадом обрывается река в глубокую пропасть каньона и несёт свои воды в белую. Вернулась счастливая жизнь в Ау. Люди назвались в своё селение именем храброго воина-хаджоха, покорившего злодея. Таинственный мир затерянных водопадов Адыгеи заставляет удивляться на каждом шагу. Надеюсь, я убедила вас в этом. Надевайте быстрее удобную спортивную обувь, желательно, кроссовки и бегом на водопады. Ну что, сидите-то вперёд на водопады! А ещё поставьте лайк, напишите комментарии, и я расскажу вам столько много интересного. Приходите, подписывайтесь на мой канал. Возвращайтесь. Удачи вам! Жду! Субтитры подогнал «Симон»!